Но, знаете, я хочу поделиться тем, что Бог дал мне в моем сердце. Я первое место читаю Евреям 4 глава с 1 стекла. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обинование войти в покоево, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользу словослышанным, нерастворенное верою слышащих. Заметьте, первый стих говорится, что поэтому будем опасаться. Что это такое? Знаете, когда человек опасается, он очень внимателен ко всему окружению. Ко всему, что его окружает. Внимателен. Знаете, он не расслабляется. В чем опасность? Чтобы кто-то не оказался опоздавшим. Знаете, как это грустно? Когда те девы опоздали. Кто он был виноватым? Они сами. У них было неправильное понимание. И знаете, вот это чувствование опасности, знаете, это не чувство плоского страха. Но это, знаете, когда ты не останавливаешься. Не останавливаешься в своих действиях, в своих поисках, в своих молитвах. Не останавливаешься. Ты даешь отчет этому. Да, Господь, я ищу. Я молюсь. Я каюсь. Я отрекаюсь. У меня постоянно этот процесс. Я в процессе. Я не выключен. Знаете, когда человек выключен, он усыпает. А спящий человек, он похож даже на мертвого. И заметьте, какая опасность. Что не принесло им, тем людям, пользы слова слышанное. Заметьте, слышанное слово. Каждый слышит. И мы слышим. И все слышат. Но не будет пользы, если это слово нерастворенное верою. Что это такое вообще? Как это, растворить верою? Знаете, можно просто согласиться, да. Но растворить верою, это оно должно, ты должен принять это. И оно должно раствориться. И от этого, что происходит? Как вы думаете? Ты обретаешь силу. Если оно не растворяется. Знаете, если пища не принимается. Насколько вас хватит? Вы ослаблены. Так и так. Она должна раствориться, и человек должен стать сильным. Если он сильным не стал, значит, что-то не так. Знаете, что-то не так. Вы знаете, когда водитель пробует завести машину, и вот она не заводится. Если он будет просто ждать чего-то. Мечтать, как она там будет заведется. Вы понимаете, неправильно это, правда? Надо искать причину. Почему в моей жизни то или другое? Это же так сложно. Проще просто верить и заводить вот так вот. Пусть она заведется. Не заведется. Есть причина. Как вы думаете, какая? Знаете, чуть в третьей главе здесь написано. Еще серьезно так сказано. Это в третьей главе, так же, евреи. И вот здесь десятый стих. Смотрите, как Бог говорит строго. Знаете, очень строго. Поэтому я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждают сердце. Не познали они людей моих. Смотрите, причина. Они не знают. Они постоянно заблуждаются. Почему? Не хотят знать путей Божьих. Есть путь Божий. И знаете, что происходит? Почему человек не может принять слово, которое он слышит? Знаете, мы слышим. Мы часто слышим. Надо любить. И мы пытаемся себя убедить. Сделать такую улыбку. Знаете, это не так классно. Или же ты не можешь простить кого-то. Или же еще что-то. А ты не можешь. Почему? Знаете, трудно налить что-то в сосуд, который полный. Когда человек приходит, он заполнен чем-то. Он чем-то заполнен. Своими какими-то мыслями, переживаниями, может быть, какими-то обидами. Может быть, той болью, друзья, которая была в твоей жизни. Человек ее периодически вспоминает. И это не от Бога, друзья. Какая-то печаль. То, что где-то тебя, может быть, не любили, или обошли, или еще что-то, или ты что-то сам натворил. И как во все это, что в сердце, ты можешь еще принять и все это растворить слово? Нет. Знаете, не получится. Слово Божие говорит. Надо узнать пути. Надо узнать, что это за путь. Если человек не познает путь Божий, то он будет постоянно задлуждаться. Он никогда не научится. Он никогда не сможет это. Вы знаете, есть сокровищница сердца. Об этом я прочитаю Лука 6, глава 45 стих. И здесь сказано. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят устал. И знаете, 46 стих устроить. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте то, что я говорю. Господь направляет человека на путь. Хочешь идти по этим пути? Хочешь следовать за мной? Ты должен отвергнуть прошлое. Ты можешь сказать, я во всем покаялся. Да, ты молодец. Бог тебя простил. Почему ты помнишь это? Почему ты помнишь то, какое-то зло, какую-то неудачу? Или то, что ты... Что-то было, знаете, какой-то негатив, и он сидит, и знаете, что он делает? Он занимает не свое место. Это место для слова от Бога, для силы, для благословения. Но пока ты не выбросишь это, Слово Божие не может проникнуть. Не может проникнуть обетование. Не может проникнуть любовь. И у тебя сил нет, потому что ты не растворил. Понимаете, о чем он говорит? Помните тот момент? Я хочу его напомнить. Матфея 25-24. И здесь Подошел и получивший один талант, и сказал, Господин, я знал тебя, что ты, человек жестокий, ждешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Вы понимаете, что он не принял этот талант? Он его закопал. Почему? Почему, друзья? Потому что в его сердце уже было нечто. Уже было определенное понимание, друзья. Определенное твердыня, где живет тьма. Знаете, так мы можем сказать, тьма живет, дьяволы живут, друзья. Бесы там живут, на этих твердынях. Почему они там живут? Почему они имеют доступ? Потому что есть путь. Путь Божий. Когда ты приходишь к Богу. И знаете, когда человек кается в чем-либо, он должен снова, помните, как написано, вспомни, откуда ты не спал. Почему надо вспомнить? А знаете, чтобы отхватить все это. Получается, наш дух такой хороший, душа. А душа, друзья. А в душе что-то царствует, друзья. Какой-то зло. Это прогрессирует. И мы мучаемся, друзья, очень бывает мучаемся. Мы своим духом любим Бога. А наша душа, она может погрязнуть в чем-то. В каких-то неудовлетворенностях. В каких-то огорчениях. И как вы думаете, что это? Чье это изобретение? Как вы думаете? Бог это сделал? Нет. Это не Бог. Это дьявол. И почему же там дьявол-то сидит? Почему там сидит зло, огорчение, воспоминания, ненависть, обиду? Почему она там сидит? А потому, что мы не прогоняли на это. Знаете, не прогоняли. Потому что не противостоем. Знаете, Бог, Слово Божие говорит, противостоит тебе. Кому? Съяву, друзья. Твердой верой. У каждого из нас есть некоторая вера, друзья. Она есть. Но знаете, ее мало. Ну, та вера, что у тебя есть, ты должен активировать и очистить свое помещение, свой храм. Если ты будешь просто ждать, пока эта машина заведется, не заведется, ты должен убрать из своего храма ненужные вещи. Для чего? Ну, знаете, есть серьезный, знаете, такой пример, это филиппийцам 3-7. Мы знаем, что Павел всегда стремился. И вдруг он говорит, что, знаете, что я еще не почитаю себя достигшим. Понимаете, не почитаю себя достигшим, но стремлюсь. Мы можем сказать, Павел, да ты так уже там высок, такой уже апостол. Нет, я стремлюсь. И что он делает, как вы думаете? Он снова пересматривает все свои ценности, которые находятся в сокровищнице своего сердца. Он просто пересматривает снова. И как он это делает? Смотрите. Это же не сразу появилось у него. А когда он понимает, что нечто недостаточно. И смотрите, что он говорит в 7 стихе 3 главы филипийца. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою». И дальше. «Да и все». Замечаете? Сначала он говорит, что для меня было преимуществом, а потом говорит «Да и все». Почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. «Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». И вдруг он в своем храме увидел ссор. Какие-то мои понимания, какие-то мои амбиции, какие-то это. Вроде бы они все нужны. Я раньше не почитал этот за ссор. Но я смотрю, а сила Божия не может раствориться во мне. У нее нет места. Ей не хватает места. И сила Божия не действует через меня. Друзья, представляете, не действует. И Павел начинает переживать. Я же хочу, чтобы сила Божия действовала. И вспомните его переживания. 1 Коринфянам 2.1. Я прочитаю тоже. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил был быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и приток распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, смотрите, когда он это начинает понимать, когда он начинает это понимать, он очищает свое сердце, потому что он понимает, чтобы вместить то, надо освободить это. Знаете, когда вы выросли из ползунков, вы больше не будете их пытаться одеть. Правда ведь? Может быть, будем пытаться? Нет. Я не хочу это. Это прошло в моей жизни. Когда-то я обижался, это прошло в моей жизни. Я отрекся, отказался от этого. Когда-то я хотел быть вот этим. Я отказываюсь от этого. Меня обидели. Я прощаю. Ты освобождаешь свое сердце. Я когда-то что-то сильно испугался и разозлился, и так мне стало плохо. Я помню это. Вспомни это. И откажусь от этого. Выпрос. И твое сердце начнет освобождаться. Для чего? Чтобы сила Божия пришла туда. Чтобы растворенные веры, это слово, обетование, оно принесло пользу. Пользу. Друзья, это путь Божий, который мы должны познавать. Если мы не познаем этот путь Божий, то мы будем заблуждаться все время. И заметьте, что четвертый стих. И слово мое, и проповедь мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Понятно. А как это у тебя так получается? Я свое сердце ощущал просто. Я пересматривал свои приоритеты. Я изгонял всякую гордость. Всякое... Пленял всякое превозношение. Я делал это. Я это делал и делаю. И как он говорит? Я каждый день порабощаю и усмиряю. Я это делаю. Я занимаюсь собой. Потому что Бог сказал, что ты храм. В храме должно быть чисто. Чисто. Если там нет чистоты, чистое сердце, то Богу зря мы это понимаем, правда? Услышали много раз. Ты думаешь, я же не смогу это. А никто не говорит, что ты сможешь все. Но ты можешь выбрасывать и вести борьбу то, что тебе не нужно. И когда освобождается место, ты принимаешь Бога еще больше. Ты начинаешь распространяться. И Царство Божие распространяется внутри тебя. Это прекрасно, правда, друзья? Когда сила Божия распространяется, и она в тебе растет. Здорово, правда? Это пути Господни. И помните, он говорит, еще читай одно место и будем молиться. 1 Коринфянам 5,6. Нечем вам хвалиться, разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы без кваска. Небо Пасха наша, Христос, закон за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порога и лукавства, но с обрестниками чистоты истины. Павел обращается, очисти свое сердце от старой закваски, от того, что квасится, найдет. И от этой закваски происходят определенные мысли, его заключения. И там нету царства Божьего, там закваска. Кто это будет делать? Ты имеешь силу? Да. У тебя есть определенная сила, чтобы сделать это решение и начать очищать свой храм. Кто будет его очищать? Ты. Бог уже сделал все, что необходимо. Он пролил свою кровь. Что делает кровь Иисуса? Очищает тебя. Когда? Когда ты этого захочешь. И как только ты простил, освободился от того или другого, от тех, может быть, страшных действий, воспоминаний или еще что-то. Взывай к Богу, чтобы это место заполнилось. Чтобы не вернулось это снова. Помните, всем здесь же. Помните, да? Чтобы место не стало пустым, ты должен заполнить его. Ты должен молиться. Ты должен благодарить Бога. Радоваться. Создавать атмосферу Царства Божьего. Как вы думаете, что такое создавать атмосферу Царства Божьего? Где живет Бог? Может быть, в славе. В прославлении. В хвале. Бог не живет в пропоте, в недовольстве. Правда? Создавай атмосферу Царства Божьего. Не советуйся с настроением. Нет у меня настроения. Да не важно, какое у тебя настроение. Вообще не важно. Есть вера. Я верю, что так. И я молюсь. И твой дух, что он делает? Он побеждает твою плоть. Потому что дух и плоть, что они делают? Они враждуют, постоянно враждуют и враждуют. Да сколько же они будут враждовать? Пока твой дух не уничтожит ее. Пока она не будет постоянно распятая. Плоть. На кресте. И тогда сила Божия сходит на тебя. И ты, вводимый духом святой, ты исполняешь не свою волю, а волю пославшую тебя. И ты рад этому. Ты этому рад. Просто рад. И тебе не надо убеждать, что радуйтесь. Я рад и так. И тебе не надо убеждать. Любви. Я наполнил любовь. Она во мне живет. А когда она не живет, то иногда мы сами себя убеждаем. Да, я буду любить. Я ее сначала применю. Сначала освободи место для любви. Освободи место, друзья. Иногда мы в свои сердца загружаем чем-то. Мусором. Мы чего-то смотрим, о чем-то говорим, что-то слушаем. Это мусор. А потом хотим, чтобы Слово Божие растворилось. Где? В мусоре? Не раствориться, друзья. Не раствориться. И поэтому, друзья мои, начинаю еще отнести в геремолицу. Поэтому, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да приступаем. Тебе сильный дух. Ты рожден свыше. И твой дух будет побеждать плотью. Со всеми ее страстями и похотями. Только освобождай свой храм. Я хочу, чтобы сейчас мы молились, друзья. И освобождали свой храм от того. Может быть, какая-то есть тягость, которая мучает, какие-то воспоминания, какое-то премия. Вспомни это. Вспомни, откуда это пришло. Откажись. Выбрось. Отрекись от этого. И будем просить Бога, чтобы Он заполнил это место. Чтобы оно не оставалось пустым. Но чтобы оно было заполнено. И чтобы для дьявола там места уже не оказалось. Не оказалось места для обиды, для гордости. Не оказалось. Вот такая духовная братья. Хорошая братья. Прекрасная. С нами Господь. Помолимся? Помолимся. Господь наш. Мы благодарим Тебя за слово. И Ты не хочешь, Господь, чтобы в нашем сердце было что-то. Что-то не от Тебя. Что-то посеянное дьяволом. Что-то посеянное дьяволом. А он там вместе. А что я делаю все это делка? И мы не хотим. И мы не хотим. И мы не хотим. И мы не хотим. И мы вспоминаем то, когда нам было плохо. И вспоминаем ту обиду. То зло, которое мы причинили. То страх, который произошел. Для него вот так плохо. Я понимаю, что это не должно быть в моем сердце. Я отрекаюсь от этого. Я прощаю. Я отпускаю. Я разрушаю это. Во имя Иисуса Христа. Не принимаю. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Потому что ты освобождаешь детей своих. От этого бремени. От этого ненужного. От этого мусора. А где ты взглянулся на место? Кто-то огорчается, что не совершились ему мечты. Я отказываюсь от этих мечтаний человеческих. Я принимаю твою волю. Я принимаю твою волю. Господь, я бы просил тебя наполнить этих людей. Чтобы это место было только твоим. Только твоим, Господь. Чтобы лукавый не смог опять заглядывать туда. Там его места больше нет. Нет места. И я буду противостоять этому обману. И когда он будет приходить снова, дьявол будет приходить снова. Он так привык приходить и огорчать меня. А я буду его не принимать. Я буду во всеоружии. Я буду наносить ему удары. Своим мечом. Я буду наступать своей ногой на этих змей и скорпионов. Буду это делать. И ты хочешь, чтобы мы это делали. Делали. Иисус. Потому что нам надо идти. Нам надо идти домой. Наш дом на небе. Мы идем туда, Иисус. И ты будешь нас учить. Отвергать себя. Брать свой крест. И учиться у тебя, Иисус. Слава тебе, Бог. Слава тебе. Благослови, Иисус. Прошу. Эти сердца, которые молились. Укрепи их. Ты с ними, Бог. Ты с нами, Господь. И ты будешь очищать свой народ. Ты будешь наполнять его силой, Господь мой. Не просто при мудрости слова. Но явление духа и силы. Ты хочешь, чтобы исполнилось, Господь. То, что ты сказал, Господь. Что должно быть в последнее время. Ты хочешь, чтобы ты исполнилось, Господь. И ты ищешь народ особенный. Особенный революции. Слава тебе, Бог. Благослови, Иисус. Благодарим тебя, Господь. За твой стол, который ты делаешь. Слава тебе, Отец и Божий. Аминь.